Всем большой привет! Сегодня печем куличи. Забегая наперед, скажу вам, что по этому рецепту я теперь буду печь куличи каждый год. Это лучшая пасхальная выпечка из всех, что мне приходилось готовить. Мне нравятся все виды куличей, традиционные, панеттоны и краффин. И я решила их объединить в одном рецепте, взяв из каждого то, что мне больше всего нравится. И у меня получился идеальный кулич. Сладенький и ароматный, как традиционный. Влажный, с большим количеством сухофруктов и цукатов, слоистый, как краффин. И невероятно нежный, с хрустящей миндальной корочкой, как панеттоны. Я осталась довольна. Всем рекомендую! На моем канале уже есть рецепты других не менее вкусных куличей. Ссылки укажу здесь сверху в подсказках и в описании под видео. Также в описании в инфобоксе вы сможете найти рецепт и полный список ингредиентов сегодняшнего кулича. Если вы еще не подписались на мой канал, жду вас с нетерпением. Присоединяйтесь, будем готовить вместе. И не забудьте нажать на колокольчик возле кнопки подписки, чтобы не пропустить новые рецепты. В первую очередь замочим цукаты и сухофрукты. Обязательно промойте их, сложите в мисочку и залейте водой. Добавьте ром или коньяк, перемешайте и пускай постоять часик. Миндаль зальем горячей водой и тоже оставим. Потом снимем с него кожуру, так орешки будут намного вкуснее. А тем временем приготовим тесто. Начнем с опары. В мисочку среднего размера наливаем теплое молоко, температура где-то 36-38 градусов. Насыпаем столовую ложку сахара из общего количества и туда же разминаем дрожжи или насыпаем сухие. И слегка перемешиваем, чтобы дрожжи растворились. Теперь насыпаем несколько столовых ложек муки и перемешиваем. Опара должна получиться по густоте, как кефир или очень жидкая сметана. Я добавила 7 столовых ложек муки. Накрываем опару пленкой и ставим в теплое место без сквозняков для подъема. Я обычно ставлю в духовой шкаф, включив там подсветку. Можно его предварительно нагреть до 30-40 градусов, так этот процесс займет меньше времени. У меня опара поднималась 20 минут. Тем временем выдавим сок из апельсина и натрем цедру. Если вы ее используете, трите только оранжевую часть. Я цедру не добавляю, у меня в семье не любят. Далее в мисочку побольше кладу 2 целых яйца и добавляю 4 желтка. Высыпаю весь оставшийся сахар, кладу соль, ванильный сахар и взбиваю все миксером до побеления и пышности массы, около 2 минут. Сливочное масло для теста нужно растопить. Я это делаю в микроволновке. Растопленное масло немножко остужаем. Ко взбитым яйцам с сахаром выливаем апельсиновый сок и кладем цедру, если вы ее используете. И еще раз все немножко взбиваем миксером 10-15 секунд. Опара к этому времени уже подошла и увеличилась в объеме где-то в три раза и стала пористой. Если у вас так не вышло, нужно опару переделать, дрожжи не сработали. Не подошедшую опару в тесто ложить нельзя, куличи не получится. А если опара поднялась, значит все хорошо. Перекладываю опару в миску с тестом и аккуратно перемешиваю лопаткой. Теперь частями вводим в тесто муку по несколько столовых ложек и хорошо перемешиваем после каждого раза. Субтитры сделал DimaTorzok Когда тесто стало уже достаточно вязким, выливаем в него растопленное сливочное масло и хорошо вымешиваем. Далее продолжаю насыпать муку и уже вымешиваю руками. После того, как высыпали всю муку, тесто остается еще достаточно липким. И хотелось бы досыпать еще муки, но лучше этого не делать, так куличи будут невероятно мягкие и нежные. Смазываю стол растительным маслом и перекладываю на него тесто. Будем вымешивать уже тут. Периодически тесто немножко прилипает к столешнице. Подденьте его чем-то плоским и месите дальше муку. Не подсыпайте максимум. Еще немножко смажьте столешницу растительным маслом и месите дальше. Продолжение следует... Приблизительно минут через 10 тесто перестанет липнуть к столу, но в то же время останется очень мягким и перетекающим из руки в руку. Тут можно остановиться, тесто уже вымешанное. Мисочку смазываем растительным маслом и кладем в нее тесто. Отправляем его подходить. Накрываю пищевой пленкой и ставлю в духовку, как и опару. Тесто должно увеличиться в объеме как минимум в два раза. У меня на это ушло 50 минут. А тем временем подготовим все необходимое для куличей. С миндаля сливаем воду и с каждого орешка снимаем кожуру. Затем режу их на средние кусочки. С цукатов и сухофруктов сливаю воду и обсушиваю на салфетке. В формочках для куличей необходимо нарастить высоту бортика, чтобы куличи получились ровными и высокими. И для того, чтобы куличи хорошо вынимались из форм, застелим дно. На дно вырезаю из пергамента круг по диаметру форм, в которых вы будете печь куличи. Они у меня, кстати, диаметром 14 сантиметров. А по бортам ставлю пергамент и приклеиваю стык на растительное масло. Увеличиваю высоту стенок как минимум в полтора-два раза. Сливочное масло для прослойки теста должно быть очень мягким. Его можно чуть подогреть в микроволновке. Обсушенные сухофрукты и цукаты перемешиваем с двумя столовыми ложками муки. К этому времени тесто уже поднялось. Смотрите, какое оно воздушное и пористое. Столешницу присыпаю мукой и выкладываю тесто. Слегка обминаю его и делю на три равные части. У меня каждая получилась по 570 грамм. Каждому кусочку теста придаю форму шара, подворачивая края под низ. Кладем на присыпанную мукой поверхность и накрываем пищевой пленкой. Пускай тесто отдохнет минут 10-15. Далее каждый кусочек теста необходимо раскатать в тонкий прямоугольный пласт. Чем тоньше, тем лучше. Смазываем всю поверхность теста тонким слоем мягкого сливочного масла. Так как кусочков теста три, то и масла, используем третью часть. Далее на масло выкладываем и распределяем по всей поверхности третью часть сухофруктов и цукатов. И заворачиваем в рулет. Следите, чтобы все заворачивалось плотно. Краешек хорошо прижимаем. Складываем готовые рулеты на столешницу, присыпанную мукой, и накрываем пленкой. Пока формируем все рулеты, первый у нас уже успел отдохнуть. Берем тот рулет, который мы скрутили первым, и будем из него формировать кулич. Острым ножом, немножко присыпанным мукой, разрезаем рулет вдоль на равные части. Только не дорезаем до самого конца, оставляем около двух сантиметров. Разрезанные половинки разворачиваем разрезом вверх. Не давите на тесто, а пилите его, чтобы не повредить слои теста. Теперь сформируем кулич. Начинаем скручивать одну сторону. Сформируем сначала дно, немножко меньше, чем диаметр формы, а далее накручиваем уже наверх. Кладите тесто разрезом кверху кулича. Для удобства, перед тем, как скручивать кулич, разрезанный рулет разложите в одну прямую линию. Кончик рулета вставьте в середину кулича. Все выпавшие сухофрукты и цукаты можно положить вовнутрь. Вот такой куличик у меня вышел. Аккуратно перекладываю его в подготовленную форму, чтобы не повредить всю нашу красоту. И накрываю сверху пищевой пленкой. Так формируем все куличи. Теперь куличики должны немножечко отдохнуть и подойти. Ставлю их на расстойку в духовку, как и в предыдущие разы. Ушло у меня на это 40 минут. Минут за 10 до конца расстойки приготовим миндальную глазурь. В мисочку кладу 1 белок, насыпаю 40 грамм сахара и приблизительно 30 грамм миндальной муки. Все хорошо перемешиваю вилкой. Если у вас нет миндальной муки, перемелите как можно мельче миндальные орешки. Получится почти то же самое. Смотрите под видео. Куличи у меня хорошо подошли и увеличились в объеме где-то в два раза. Смазываю сверху подготовленной глазурью и присыпаю нарезанными орешками. Отправляем выпекаться. Сначала разогреваю духовку до 200 градусов. Ставлю куличи и убавляю температуру до 170-180 градусов. Пеку 40-50 минут до красивой золотистой корочки. Ставлю на нижний уровень духовки. Если заметили, что верх быстро зарумянился, накройте сверху фольгой и пеките до готовности. А глазурь, кстати, у меня осталась. Ее хватило бы еще на три кулича. Так что, если не печете двойную порцию, можно делать половину. Вот такие красавчики у меня получились. Немножко даю остыть им на решетке и пергамент очень легко вынимается. Когда куличи немножко остыли, вынимаю их из форм и полностью остужаю. При необходимости потом их можно вернуть в формы. Ну и, конечно же, разрежем. Корочка сверху получается хрустящая, а серединка очень нежная, неимоверно ароматная, влажная, с большим количеством вкусноты сухофруктов и цукатов. При нарезании совсем не крошится, а в разрезе очень красивый, а тесто нежное и слоистое. Сверху, по желанию, можно присыпать немножко сахарной пудрой. А если захотите подарить куличик, заверните его в пергамент и обвяжите ленточкой, так, чтобы было видно красивую шапочку. Думаю, все обрадуются такому пасхальному подарку. В общем, этим рецептом, как я уже говорила в начале, я осталась очень довольна. Всем рекомендую. А если понравилось видео, поделитесь им, и буду очень рада вашим лайкам и комментариям. Всем светлого праздника и отличного настроения. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok